приветствую всех на канале привет я индия не забудьте поставить лайки оставьте комментарий привет мои хорошие привет мои дорогие сегодня один из дней когда я на самом деле не хочу никуда выходить не хочу даже собираться настроение если честно выходить сегодня из дома у меня совершенно нет я даже вот сегодня у нас сегодня у нас намечается грандиозная вечеринка но я по поводу этой вечеринки еще со вчерашнего дня с мужем разговаривала и сказала что я не хочу идти потому что если честно на этой неделе у нас 44 мероприятия и все вот связаны естественно с пьянками с гулянками поэтому 4 это как много я сказала мужу если я не пойду завтра это пойдет он сказал хорошо если ты не хочешь идти можешь завтра не идти но есть еще два мероприятия на которых тебе по-любому придется присутствовать поэтому если ты завтра не хочешь идти можешь остаться дома но на следующих двоих будешь присутствовать но позвонил двоюродный брат и начал меня уговаривать кстати я уже не раз рассказывала вам о том что у нас семья бизнесменов и обычно вот на вечеринках часто еще встречаются наши родственники то есть и так как у нас семья бизнесменов поэтому они все повязаны между собой на на бизнесе общаются дружат поэтому сегодня будет где-то наверно три семьи из нашей в общем три семьи из три пары вернее из нашей семьи в общем все сегодня с женами и мне позвонил двоюродный брат и начал уговаривать меня пойти хотя я не хотела как я уже сказала но сегодня приглашали всех женами и он хочет чтобы его жена пошла на эту вечеринку его жена за домоседка она не любитель ходить в общем по вот этим всем пьянка в общем она даже не пьет и она редко вот походит по таким вот современным вечеринкам то есть сегодня будет именно вечеринка мы идем на день рождения но это никакая не это не будет какая-то традиционная что-то или или пуджа в общем это именно вот пьянка гулянка ну и в общем она не хочет идти а он хочет ее с собой забрать и он в общем уговаривает меня так как мы с ней неплохо ладим общаемся и в общем уговаривает между пожалуйста пойдем пожалуйста ну в общем то я согласилась но еще знаете была причина в чем я не знаю что будет на этой вечеринке но обещают что это будет прям вот что-то грандиозное я не знаю что там будет но говорит говорят вот все как один из знакомых которых вот пригласили именно говорят что там будет что-то необычное не то что обычно бывает на вечеринках что-то он подготовил какую-то особенную программу какой-то сюрприз в общем я даже заинтригована настолько что мне прям вот стало интересно что же там может быть ночью я согласилась пойти я если честно очень долго заморачивалась по поводу одежды как я сказала у меня сегодня настроение идти не было я если честно я уже два три образа поменяла все равно не довольна раджеш пришел в семь часов он приходит выпить кофе и потом уходит в клинику он сказал что ты езжай с братом с его женой и я из клиники подъеду в общем пришел принял душ отдел обычную черную футболку такую плен ничего просто вот ничего и обычные брюки кроссовки вернее не брюки джинсы и кроссовки и я такая сразу хоп успокоилась думаю что я парюсь тогда я тоже хочу так попроще ну и в общем свой следующий образ который я дело ну в общем по крайней мере мне удобно по крайней мере мне удобно сегодня у меня в приоритете удобства в общем не очень удобно я останусь в этом образе ну а остальное остальное уже встретимся с вами на месте это все наши локи чарю а блоки фото это тоже все друзья невестки пинки дыхал надрез это гостиница я кстати первый первый раз здесь в нашей касте отношения переплетены не только родственными связями а еще и бизнесом поэтому на вечеринках часто можно встретить родственников тоже мои спутницы меня сразу предупредили что вечеринка будет закрытая и съемки запрещены я была очень заинтригована что же там такое чего нельзя знать всем а внутри там музыка очень сильно на каждом столике лежало меню напитков и закусок а также список гостей которые будут сидеть именно за этим столиком каждому из гостей были даны шуточные имена например меня назвали бор и конечно же я сразу поняла что это именно мое имя ну и конечно же каждый из нас сразу понял что имя относятся именно к нему были даны специальные наклейки с именами можно было наклеить на свой стакан посторонним было попасть нереально на эту вечеринку потому что еще на въезде в ресорт каждого из нас проверили по именам но на входе в зал были поставлены штампы на руку а на камеру телефона наклеены специальные такие вот наклейки и нас сразу предупредили что съемка запрещена но почему-то именно на мою камеру не наклеили вот эту вот наклейку и у меня была маленькая возможность приоткрыть секрет этой вечеринки а Продолжение следует... 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 Ну, типа-типа что-то Вот было, типа стриптиза Но только, конечно, они Танцевали прилично Потому что все были, как вот Люди, приглашенные семьями Но нужно вам сказать, что Было все достаточно Свободно Явлочка меня ждет, моя девочка Ты спала уже? Услышала, что я пришла? Моя сладкая Папа еще пока остался Закрывай дверь Папа откроет своим ключом Вот честно вам скажу Сегодня был очень эксклюзивный Репортаж, вот то, что я Умудрилась вам снять Буквально там несколько минут То есть снимать было вообще Нельзя, то есть вот этот Вот камера, вот это место На телефоне, оно было заклеено Там на входе стояли люди Которые всем Заклеивали камеры И там даже было написано Что снимать нельзя Но я же блогер И я решила все равно Конечно, немножечко Немножечко заснять Ну я вам должна сказать Конечно, что Когда Когда люди уже Развеселились И когда уже стало более Так Все свободно Мне потом Даже сам именинник Подошел И попросил меня Чтобы я уже Не снимала И тогда я выключила Выключила свой телефон Опять-таки Скажу вам Почему Почему это все было Потому что Там были две девушки Приглашенные Танцовщицы Из Бомбея Как мне сказали Танцевали Муджира Муджира Это в старые времена В общем Такой был Специальный Танец Для Для Королей Раджей Магараджей Да Вот короли индийские И это как был Завлекательный Завлекательный Такой Танец Развлекательный Скажем так Для Для развлечения Вот такой вот Богатой Публики Скажем так Королей То есть они Вначале Вначале Когда девочки Начали танцевать Они танцевали Вот эту вот Именно Муджира Но потом Конечно Уже Когда Все разгорячились Выпили Я должна сказать Что развлекались Все и женщины И мужчины Танцевали Все Со всеми И конечно Танцы были уже Намного Такие свободные Я если честно Такой Открытой вечеринки Не ожидала Хотя я подозревала Когда сказали Что будет Что-то особенное То что В общем Не так Как у всех Я поняла Что будет Просто Скорее всего Просто такая Приватная Более Открытая Более открытая Вечеринка В общем-то И в принципе Я правильно Поняла И когда меня Предупредили Что выключите Камеру Я поняла То есть В общем-то Были Жены Конечно Жены Видели Но Понимаете Как оказалось Меня Допустим Меня смотрят Очень многие В нашей семье Даже Даже был Один человек Который подошел И специально спросил Вы блогер Да Я вас смотрю То есть Я его Даже если честно Не знаю Он не родственник Он просто был На этой вечеринке Как типа Друг Но он Меня смотрит То есть Из этого Я делаю Вывод Что смотрят Очень разные Люди То есть Ну допустим Смотрят Даже вот Из Да Из нашей Касты И родственники Естественно И то есть Сами понимаете Когда такие вот Открытые Танцы Допустим Да Там все То есть Не каждый захочет Чтобы его семья Допустим Его видела Понимаете Вот такого плана Поэтому Ну я Естественно Я естественно Отключила сразу Камеру Без проблем В принципе В принципе Там снимать Уже было нечего Я и не хотела Это снимать Потому что Я сама уже Подумала о том Что ну Такое показывать Смысла не было Поэтому я там Я там много Просто не снимала Но в принципе Вечеринка Понравилась Конечно Там был алкоголь Там была вкусная еда Хорошо потанцевали Дискотека была в конце Ну Просто вот Люди Там даже вот На Там даже было Вот написано На меню Что вы Выключите камеры Не снимайте Никого И не снимайте Себя Сохраните Свой Как Свою Приватную Жизнь Вот так вот Там было написано То есть Не открывайте Вещей Допустим Деталей Которые могут Вам же Повредить Потому что Знаете Сейчас В наше время Люди Все снимают Выставляют в инстаграм Допустим Фейсбук Да И то есть Если вы На этом видео Появитесь То есть Вы можете Навредить Своему Имиджу Скажем так Ну то есть Вот так Ну И соответственно Я со своей стороны Я со своей стороны Сама Не захотела Допустим Снимать Ничего Показывать Потому что Естественно Меня тоже Смотрит Моя семья И Допустим Если даже Посмотрит Моя свекровь Естественно Это Настолько Такие Открытые Пьяные Танцы Это будет Неприемлемо Ну В общем-то Поэтому Мы Сохранили Приватность Ну в общем-то Я доехала Домой Мой муж Пока еще Остался С двоюродным Братом Еще Есть невестка Еще Двоюродный Брат И в общем-то Они приедут В другой Машине Все вместе Ну я Благополучно Доехала Тоже С невесткой Двоюродным Братом Как я вам уже сказала Нас было четверо Четыре семьи Из Ну именно Из нашей семьи Мы поехали В общем Отдыхать Развлекаться Ну что ж Вечер был Достаточно Хороший В принципе Мне понравилось Я расслабилась На этом Буду С вами Прощаться Пока-пока Спокойной Всем ночи